Приветствую, дорогие зрители, на канале видео Людмила Цыганкова. Наконец-то я созрела, дозревала очень долго, возможно, где-то больше, чем год, чтобы организовать, чтобы представить тему моих разговоров на ютюбе, и чтобы эта тема была интересная, чтобы она была полезна для людей, чем-то она помогла. Ну и, мне кажется, плод вот-вот уже настолько дозрел, что упадет на землю. Будем говорить о жизни, буду говорить о своих переживаниях, о своем жизненном опыте, о своем взгляде на жизнь, о своей системе взглядов на эту жизнь. Можем дискутировать с вами. Я прожила такую жизнь, я жила ее именно таким образом. И считаю, что она была интересная, что она была, ну, не захватывающая, а такая трошечки немного авантюрная, интересная, как опять я говорю, и творческая, творческая, а это самое главное. Итак, хотелось бы начать разговоры, ну, штука искусства жизни. Как жить, как, чтобы на этой земле ты не просто прозябал, не просто мучился, а чтобы процветал, во-первых, и радовался жизнью, чтобы был счастливый. И что для этого нужно? Друзья, чтобы всех шокировать, я сразу скажу. Нужно научиться ничего не делать. Нужно научиться впадать в транс. Ну, не буду громко говорить, было бы хорошо научиться медитировать. То есть, нужно научиться слушать свою душу, своё сердце, слушать Вселенную, замечать другой невидимый мир, который важный, важнейший, неж наш реальный мир. Понять связь между тем миром и нашим миром. Понять более-менее, безусловно, не каждый, и большинство людей сразу не сможет, как говорится, открыть даже я, и уж уже в таком возрасте, и то не смогу открыть у себя такое чувство, что я всё познала, узнала, знаю, как и что. Но всё равно, что я знаю точно, надо научиться слушать свою душу. Существует множество практик, существует множество советов, как, чтобы хорошо жить, чтобы улучшить качество своей жизни, не изменить свою жизнь. Но я бы сказала, прежде всего, начните своё обследование жизни, если вы уже остановились над этим вопросом, исследование, ну, исследование, начните с пониманием себя, с познанием своей души. Кто я? Потом она потихонечку уже придёт, всё. Зачем я пришёл на эту землю и так далее. А самое главное – научиться слушать свою душу, своё сердце. На чем это полегает? На чем это, как говорится, основывается? Ну, прежде всего, нужно иногда, при всем темпе жизни, нужно научиться иногда быть самим собой. Нужно научиться впадать в транс, как я бы сказала, как бы отрешиться от всего, окружение, и часами побыть сам на сам, и сконтактироваться с тем абсолютом, с тем полем всех возможностей, идей, планов, помыслов. Откуда приходят самые настоящие мысли, идеи, планы и помыслы. Значит, научиться чувствовать свою душу, понять, где она есть, что она есть, то есть открыть её. Это первый шаг. Если вы этого не сделаете, даже если вы научитесь различным техникам, техникам добывания успехов, изменения жизни к лучшему, всё равно вы не будете так счастливы, вы не будете удовлетворены, насколько это возможно. Итак, на чём же основывается наша школа жизни, если можно назвать, наша жизнь на этой планете? Прежде всего, нужно пройти первую ступеньку. Я её назвала самопознание, то есть познать себя, что я люблю, что меня интересует, к чему мне влечёт, какие эмоции испытываю в той ситуации или инной. Где эта душа? Что это такое? Хотя же бы иногда остановиться над этим. потихонечко начать исследовать, исследовать себя. Подумайте над этим. Подумайте и начните. Подумайте, где эта душа? Что она хочет? Постарайтесь навязать с ней контакт. Всего хорошего. До свидания.